51 погибший и 13 человек в больницах. В США расследуют ужасающий случай массовой смерти нелегальных мигрантов. Их перевозили в закрытом кузове грузовика при экстремальной жаре. Машину, заполненную телами, нашли в городе Сан-Антонио в штате Техас. Полиция уже арестовала двоих мексиканцев, которые, предположительно, имеют связь с происшествием. Им выдвинули обвинение в незаконном ношении оружия, а также в попытке незаконного провоза людей со смертельным исходом. Мигрантов нашли на окраине города. Сейчас в этой части страны температура воздуха днём поднимается почти до 40 градусов по Цельсию. Сотрудник пожарной службы Сан-Антонио описал, что увидел внутри, в прямом смысле слова, горы тел и что там не было ни воды, ни работающего кондиционера. Чудом выжило 13 человек. Их направили в шесть разных больниц. «В целом пострадавшие находятся в критическом состоянии. У них наблюдаются неврологические проблемы, почечная и печёночная недостаточность, а также внутреннее кровотечение». Погибшие 39 мужчин и 12 женщин. 27 из них, предположительно, были мексиканцами. При них нашли удостоверение личности. Однако точное число можно будет назвать после снятия отпечатков пальцев. Эту трагедию уже назвали одной из самых смертоносных, связанных с торговлей людьми. Для нынешнего президента Джо Байдена это также большой удар. Придя к власти в 2021 году, он ослабил более жёсткие миграционные правила Дональда Трампа. Из-за этого поток мигрантов хлынул в страну с новой силой. Теперь республиканцы критикуют политику Байдена ещё более жёстко. При этом уже в ноябре в стране пройдут выборы в Конгресс. Президент Мексики Лопес Абрадор во вторник заявил, что встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 12 июля, и что миграция будет центральным вопросом в их обсуждениях.